Кто помнит, в финзабеге есть задание Как вы распределитесь со своим Одним миллионом долларов Когда у вас появится этот один миллион Что вы с ним будете делать И несмотря на то, что я Год назад уже писала Куда я распределю этот миллион В этом году, когда я села, у меня такой ступор Думаю, ну как бы основные финцели Расписала по ним понятно А что дальше делать, не понимаю И тут мне в WhatsApp прилетает сообщение От незнакомого человека Он сначала спрашивает, кто вы, откуда И я у него спрашиваю, откуда Мой номер взяли Вижу, что номер не российский Вижу, что какой-то такой зарубежный номер И я у него спрашиваю, а где взяли Он говорит, да, вот в общем чате ЛР, а у меня как раз была Группа, сетевой маркетинг Алоэ Вера, может, знаком И чат был вот ЛРовский В WhatsApp И он говорит, я вот там ваш номер увидел Захожу в этот чат, смотрю, действительно Этот человек там Я думаю, ну, наверное, можно доверять И вот он спрашивает, кто, откуда А я ему пишу, что я вот из России А он спрашивает, а кем работает Я ему написала, у него спрашиваю Он говорит, там, каким-то инженером работает Потом он резко пишет, что, к сожалению, у него очень мало времени И ему надо срочно решить вопрос с наследством в 1 миллион долларов Ну, у меня сразу мысли, все, мошенники Если бы, говорит, я вам миллион долларов переслал Вы бы могли им распорядиться после моей смерти Отдать эти деньги в детские дома Вдовам, которые остались без кормильца Помочь кому-то И я, говорит, хочу Ну, судя по переписке Я понимаю, что он клонит к тому, что он мусульманин И что он хочет оставить после себя Вот благое дело, да Чтобы это вот ему записалось в хорошие дела Буквально через день, что ли, он мне звонит По видеозвонку А у меня идет собрание Я вижу, что звонок, не поняла Скинула Этот товарищ мне опять звонит Потом еще пишет И я понимаю, что по его словам Что он по-русски не разговаривает А просто через переводчик общается Потому что склонения какие-то вообще клевые Я думаю, ну, все понятно Через словарь общается Что-то неделя прошла Я вообще про него забыла Короче, неделя проходит И он мне пишет Я пропал У меня эти метастазы начались Мне очень плохо Я вот был под химиотерапию проходил Вот сейчас более-менее прихожу в себя Я же изначально 100% была уверена, что это мошенник Он, оказывается, был под химиотерапией И еще, мало того, типа очухался И начал звонить Уже придя в себя Он говорит Я все, типа, врач сказал Что у меня совсем мало времени осталось Надо, короче, это Решать что-то Вопрос с этим, с наследством И он говорит Типа, я один был Сын у родителей Родителей уже давно нет Я им говорю, короче, ага-ага Все, давай Мне некогда, говорю Я работаю Вижу, этот товарищ Мне опять пишет Дайте мне свой адрес И дайте мне свой Почтовый ящик электронный, говорит Мне, говорит, надо написать Вот в компанию доставки Чтобы они могли отправить вам посылку Я ему пишу, какая посылка, о чем Он мне пишет Я хочу отправить вот Деньгами миллион долларов Я понимаю уже, что это Ну, невозможно Потому что Любые деньги через таможню, да Понимаете Любая посылка, она сканируется И сразу же это вычисляется Что там есть деньги, да Что и отправителя вычислят И того, кто адресат еще Кто получатель этих денег Я у него спрашиваю А каким образом вы хотите Их отправить Он говорит Есть общество Красного Креста Я с ними свяжусь Гуманитарные посылки Типа через таможню пропускают Ага Я быстренько набираю в интернете Как, типа, пропускают Это все дело через Красный Крест И, соответственно, выходит Там ответы юристов, да Они говорят, что На самом деле Любая посылка Хоть это Красный Крест Хоть не Красный Крест Любую посылку В любом случае остановят Дальше она не уйдет И дальше В любом случае идет Разбирательство Ну, думаю, все Это 100% развод, думаю И что же интересно У него, какие мысли дальше Я ему говорю А как вы вот эти деньги В коробку положите Он говорит Я, типа, заверну В свои старые вещи Это будет, типа, гуманитарная помощь Я свои вещи, типа, положу вам Как будто бы это Как помощь отправляю, да Ну, вот таким путем, типа Говорит Я вам отправлю деньги Я поняла, что это развод Просто его уже потом Поняла, что дальше Общения смысла нет Это потеря времени И заблокировала И, соответственно Переписку вообще прекратили Потом я пробиваю его номер Думаю Ты-ка я посмотрю У меня этот есть Где-то контакт По-моему, приложение Посмотрю-ка, думаю Откуда он вообще Что за номер Пробиваю номер Номер Нигерийский То есть человек сидит Где-то в Африке И ищет вот такие способы Заработка Через WhatsApp А мне пишут Что, типа, он лежит В американской больнице И все такое И вот таким путем Я его просто заблокировала А смысл в чем? То, что я сидела Делала домашку, да Вроде, да, финзабег И просто запустила запрос Куда мне деть Этот миллион долларов И мне тут прилетает Вот такая история И я поняла Что с мыслями Надо быть аккуратнее Надо понимать Ну, прям реально было Первые какие-то Минуты или час У меня было такое понимание Типа А если это правда? Вот я села и думаю И что я с этим миллионом долларов Буду делать? Как я буду это В какие фонды? И как я объясню эти фонды? Думаю Ну, это же в любом случае Надо объяснить налоговые Откуда такие доходы? Блин, думаю Зачем мне это надо? С другой стороны Понимаю, что Ну, для чего-то Эта история прилетела Для чего-то Это все нужно было Ну и Зато я смогла Вот окончательно Расписать Вот эту домашку Куда я дену Миллион долларов